Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Уроки про всплывающие окна. Так как разработчики VpShop продолжают действовать в своем стиле. Они делают свои темы и плагины максимально адаптированными, быстрыми. Такими, чтобы сайт не тормозил. Я уже протестировал MyPopUp на своем сайте VideoRoki.com. И хочу вам сказать, что данный плагин всплывающих окон не тормозит сайт. То есть вы можете вставлять красивые всплывающие окна на любых страницах. И ваш сайт при этом не потеряет попугаев в Google PageSpeed Insight. Вот почему я записываю это видео. Потому что этот плагин достоин вашего внимания. Давайте посмотрим на настройки в этом видео. Итак, тестировал я на своем сайте VideoRoki.com. Так как я и планирую в будущем использовать также этот плагин на своем сайте. Вот сейчас перед вами эта страница моего другого сайта. Одно из всплывающих окон у меня работает, когда я покидаю сайт. Вот сайт я перезагрузил. Покидаю страницу. Вот одно из всплывающих окон симпатичных. У меня всплывает. А так я использую два окна. Второе окно у меня всплывает один раз. Человеку показывается раз в семь дней. Вот здесь вот сбоку без затемнения экрана. В общем, разные условия здесь можно использовать. На мобильных устройствах тоже смотрится хорошо. Можно также решать, где их использовать всплывающие окна на планшете, на мобилке, на компьютере или везде использовать. И сразу, чтобы не быть голословным, проверял уже, вот даже видно на картинке, через Google PageSpeed Insight. То есть синтестическая проверка скорости сайта. То есть у меня сайт, в принципе, и так быстро грузился. Примерно он вот такие показатели показывал. 91. Иногда он скачет эти показатели. 84, 91. Но так как это тоже как живой организм. Google PageSpeed Insight как пульс у человека. То есть сегодня пульс такой, завтра пульс другой. И немножко показатели скачут. То 84, то 91. На компьютере там вообще потрясающие результаты. Всегда практически 99, 96. Ну то есть у меня сайт и был такой легкий. Я еще раз повторюсь. Я установил плагин. То есть как это бывает? Устанавливаем плагин и тут же скорость сразу падает, срезается. То есть вот здесь вот сразу может там 60 или еще меньше. То есть плагины, каждый установленный плагин на наш сайт сразу же тормозит сайт. Что очень плохо по всем параметрам. Для SEO-оптимизации, для ваших пользователей, клиентов это все-все будет отталкивать. То есть желательно, конечно, стремиться, чтобы сайт быстро грузился. Поэтому я сейчас могу прям с гордостью показывать этот плагин. С уверенностью, что все в порядке. Потому что я действительно его сначала проверил. У меня были сомнения насчет того, что такие вещи, всплывающие окна, они обычно тормозят сайт. Но вот разработчикам удалось сделать. То есть плагины не используют там CSS, некие скрипты. Все на YouTube подгружается. И все очень круто смотрится. Теперь взглянем на сайт разработчика ссылку на покупку плагина. И вообще, чтобы посмотреть его со стороны разработчика, вот на сайте разработчика. Я оставлю в описании ссылку и также на своем сайте в статье fedorvasilev.com на своем официальном сайте. Здесь сразу можно посмотреть все примеры. Но мы сейчас с вами будем в этом видео разбирать, что умеет этот плагин. И уже будем наглядно смотреть. Здесь уже зайдете без меня. Чем хорош? То, что русская поддержка, потому что русскоговорящие разработчики, соответственно, на русском языке. А то бывает скачаем плагин, он весь на английском. Если английский не знаете, это прям может быть проблемой. И цены. Ценовая политика на один домен 1600 рублей. На три домена, вот вы цены видите. Давайте пройдем в админку моего сайта. После установки и активации, введя ключ активации, то есть после покупки плагина, вы установите, он у вас вот здесь будет находиться. Что здесь есть? Все My Popup, все окна. То есть вы можете создать неограниченное количество окон здесь. Вот вы видите окно 2, окно 1. Оба включены на своем сайте. Мне нужно использовать такие окна. Вот я себе их сделал. Дальше. Добавить новое. Это новое окно. И настройки. Тут на самом деле ничего нет. Здесь вы просто ведете лицензионный ключ. Ну как ничего нет? Здесь удобные ссылки на вопрос-ответ, на документацию. Ну как раз таки на сайт разработчика и на видеоинструкцию от разработчиков. Итак, давайте посмотрим. Просто создам новое окно. Назову его там тест. Здесь вы будете видеть предпросмотр. Внесли настройки. Вот этот заголовок, кстати, он нигде не отображается на сайте. Он только в админке для вас. Чтобы вы не заблудились, какое окно, где вы вас там можете как-то обозначить. Кнопка опубликовать. Опубликовали на сайте. Внизу все настройки. Интересная опция. Закрепить. У нас закрепляется, видите, вот при прокрутке прокручивается, вот именно предпросмотр окна. Будет видно всегда, если удобно. Нажимая на кнопку, опять возвращаем назад. Скрыть предварительный просмотр. Если не надо предварительный просмотр, вы уже вслепую можете настроить, и он вам мешает. Вот можно скрыть. Обновить кнопка. Например, данные внесли. Не всегда бывает здесь обновляется информация. Нажали на кнопку обновить, чтобы посмотреть результат здесь. И мы сейчас уже видим некая плашечка, да, крестик закрыть, и затемняется экран. То есть обычно при всплывающем окне у нас экран затемняется. Но здесь это можно тоже отключить. Окна бывают разные. Здесь это все есть. Настройки, соответственно, располагаются все ниже. Разделено на вкладки. То есть все здесь юзабилити, все в порядке. Если вдруг хотите более детально что-то углубиться, самостоятельно почитать, обращаем внимание на эти вопросики. Это сразу отсылка к документации разработчиков на русском языке. И первые основные настройки, это где располагается окно. Вот синим подсвечено, вот оно по центру. Выбираете место. Вот оно всплывает здесь. Сразу и анимация видно. Проявление, то есть где вы хотите, чтобы оно появлялось. Дальше, ширина, например, в пикселях хотите задать. Причем можно это указать в пикселях, так и во вьюпортах. Вьюпорт, вот здесь ниже есть подсказка, и мы даже здесь видим сразу единицы измерения относительно ширины и высоты браузера. В данном случае растягивание окна по всей ширине. Также для высоты тоже это можно сделать. Я предлагаю сразу немножко заглянуть вперед, перейти в пресеты, загрузить какой-нибудь пресет и на нем сразу смотреть настройки, потому что так будет нагляднее. То есть смотрите, и вообще чем они хороши. Здесь готовые поп-ап окна. Просто нажимаем на кнопку вставить, и оно у нас ставится. И мы его можем отредактировать под себя, практически вообще все там поменяв. Отступы, скругленные углы, тень, размер, цвета и так далее. И здесь есть разные окна. То есть вы можете использовать даже какой-то сторонний, например, сервис подписок. Собирать подписчиков. В всплывающем окне указать куском кода с этого сервиса. То есть укажите ваше имейл, имя и данные будут, человек, если ведет через всплывающее окно, они будут попадать в ваш сервис рассылки. Вот это здесь видно наглядно. Видите ваш имейл, видите ваше имя. Здесь отсылка именно к этому. То есть это не то, чтобы здесь прямо на сайте у вас есть механизм рассылки на сайте. Это только всплывающие окна, и оно может взаимодействовать со скриптами. Вот, например, тоже рассылка. Есть боковая панель, есть вот такое всплывающее окно. Там поделитесь в соцсетях. Вот такое сбоку. Можно использовать так же, как типа политика конфиденциальности. Мы используем там файл куки и так далее. Это все можно использовать. Вот такое, например, окно я у себя на этом сайте взял в использовании. Немножко отредактировал под себя, потому что я использую опрос на этом сайте. Вот. И чем хороши некоторые из них, ну, готовые? Тем, что вы, если вы код не знаете, то вы руками с нуля, как вот мы сейчас начали с вами собирать поп-ап, вы не соберете, потому что есть некоторые моменты интересные. Вот, например, иконка вот здесь в корзинке, да, подарок, она вынесена немножко за границы холста. То есть это надо его активировать и посмотреть, как оно устроено. Например, вот это вот я использовал тоже на сайте. Вот, смотрите, вставим. Чем оно хорошо? Смотрите, вот здесь есть анимированная крутая просто иконка на самом деле. И так просто вы здесь настройками это не зададите, потому что это надо кодом прописать. И вот для вас разработчики постарались, уже сделали всплывающее окно. Нам лишь останется его под себя адаптировать. И все. То есть вы даже можете смысл поменять этого окна, убрать социальные кнопки и сюда формочку вставить, подписаться со стороннего сервиса и так далее. Давайте с этим окном и посмотрим. Вернемся на основные. То есть так же, как я и говорил. Вот оно, видите, растягивается. Вы можете здесь это использовать. Высоту, соответственно, так же сможете настроить. Например, я хочу, чтобы оно по центру вот тут всплывало. Так что мы сейчас наглядно с вами будем смотреть. Вот если я сейчас обновлюсь, мы окно с вами не увидим. Вот чтобы окно просто увидеть, нам нужно хотя бы вот этот ползунок включить. Показывать повторно через. Если стоит ноль и здесь ничего не делаем, ноль, то окно будет каждый раз навязчиво всплывать человеку. Каждый раз, когда он зайдет на сайт, перезагрузит страницу или перейдет на внутреннюю страницу. Давайте посмотрим. Обновлю сайт. Вот это окно всплывает. Вы его видите. Пока у нас ничего не затемняется, но мы видим уже это всплывающее окно. И, кстати, при уходе с сайта у меня всплывает вот это окно, которое я для себя и настроил. Дальше. Здесь, опять же, нужно понимать, эти окна, они могут очень сильно отталкивать посетителей сайта. И обычно прямо в лоб вот так окно лучше не включать. Показывать повторно тоже имеет значение. Если оно имеет смысл, то вы ставите через минуту, там, сколько вам надо, 30 минут. Я вот некоторые окна поставил через, выбрал дней, поставил 7 дней, чтобы оно показывалось. Также можно месяцев, часов, минут указать. Пока я это значение не буду делать, так как мы тренируемся, мы должны видеть это окно всегда. Поэтому я тут ничего не делаю. Запретить закрытие попапов по клику на подложку. Что имеется в виду? Сейчас подложка просто у меня не задана. Заднее в такой будет фон. Окно будет закрываться. Давайте это посмотрим. Я перейду внешний вид. Немножко забежим вперед. Подложка, видите, отключена. Я ее включаю. Затемняется, то есть затемнение фона. Давайте обновим сайт. Окно появилось. Я нажимаю просто на темную область, и у меня окно исчезает. Мы это можем здесь запретить. Я у себя тоже запрещаю. То есть, чтобы у нас для этого есть кнопка крестик закрыть. То есть, запретить закрытие попапов по клику на подложку. Запретить закрытие попапов по клавише Escape на клавиатуре. Тоже запрещаю. Ну, тут на ваше усмотрение уже. Отключить прокрутку страницы. Тоже будьте внимательны с этим. Иногда человек может не понять, что происходит, страницу не может прокрутить. То есть, если вы используете окно, и у вас окно не затемняется, и попап всплывает где-то сбоку, и вы включите и отключите прокрутку, он может не увидеть, что окно всплыло, и не поймет, почему же страница не прокручивается, и будет как бы очень недоволен. Поэтому, если экран затемняется, и окно действительно человек не пропустит, но это просто интересно, да, то есть, прокручивать сайт он не может, чтобы все внимание было приковано к всплывающему окну. Дальше закрыть попап через, то есть, автоматическое закрытие, если надо, включайте и ставьте секунды. Через сколько секунд само окно будет закрываться. Дальше отображать на устройствах. Вот вы решаете на компьютере, на планшете, на мобилке. То есть, просто отключаете или включите все. Скажем так, вот это окно, которое у меня всплывает, когда человек сайт покидает сайт, оно на мобилке, ну, у меня не получилось его вызвать. Потому что тут, ну, понятно, на компьютере я мышку увожу, и оно всплывает у меня. На мобилке я захожу, и это окно я вызвать не смог. Поэтому это окно непригодно такого плана на мобилке. И я его реально скрыл, чтобы на мобилке тогда он даже и не выводился вообще. Движемся с вами дальше. Внешний вид. И тут все разделено, вы видите, такими вот линиями. Первый это у нас внешний вид. Внутренний отступ самого всплывающего окна можете задать, сколько вам нужно. Если данные тут не видно, нажмите на кнопку обновить. Я вот просто в другом месте кликнул, в другом окне, и данные обновляются. Вот мы видим в предпросмотре. Рамка. Хотите задать рамку, делайте рамку. Дальше. Какая будет рамка? Вот видите, точками. Цвет точек. Можете задать, вот они красные. Скругленные там углы. Вот. Здесь я рамку использовать не буду. Поставлю 0. Вот. Просто скругленные углы 40. Верну давайте обратно 10. Тень. Ну тут тень уже задана, просто вы видите, как это задано. Темная тень. Давайте вот здесь вот я сделаю. Точнее, она была такая светлая. Вот видите, она сейчас стала более темная. И цвет даже тени. Вот смотрите, я сейчас сделаю желтый, чтобы ее лучше было видно. Видите, как будто даже свечение. И прозрачность. Просто от 0 до 100. Можете выбрать, насколько она будет прозрачная. Выравнивание контента по вертикали. То есть вы можете решить, где он будет отображаться. Это по центру, сверху. На самом деле сейчас это не видно, потому что окно у нас маленькое. Вот давайте я сделаю высоту 600. Перейду в внешний вид. Вот видите, окно высокое. Именно контентная часть внутри окна. Это, например, вот она по центру. Вот она будет по центру. Соответственно, по нижней границе. Внизу. Давайте я верну. Уберу здесь это значение. Вернусь на настройки. Дальше. Цвет текста нашего текста. Давайте посмотрим. Например, красный. Вот весь текст красный. Сейчас до текста мы еще дойдем. Это вкладка контент. И самое то, что мне нравится, это разновидность анимации. Когда окно появляется. То есть разные вот есть виды анимации. Можете выбрать на свое усмотрение то, что вам нравится. Дальше фон. Фоновый цвет белый. То есть это заливка белая. Вот, например, я сделаю серый. Видите, она стала серой. Возвращаю белый. Дальше можно загрузить фоновую картинку. Выравнивать ее там. Повторять, не повторять. Вмещать картинку. То есть растягивание там картинки. И так далее. Все это можно здесь настроить. Затемнить фон картинки можно, чтобы на фотошопе там не заморачиваться. Чтобы текст читался хорошо поверх этой картинки. Параметры затемнения также. То, что мы с вами сейчас включили. Прозрачность можете настроить. И, например, сделать, чтобы стиль дизайна затемнялась. То есть параметры затемнения вот тут сейчас не видно. А, я прошу прощения. Это фон. Фон самой подложки. Немножко я ошибся. Это у нас ниже затемнения. Дальше иконка. Вот как раз таки вот эта иконочка. Она здесь уже используется так, как я использую готовый прессет. Но вы можете выбрать, загрузив сюда иконку свою. Но, естественно, она вот так вот, скорее всего, не будет уже анимирована. В общем, я не пробовал. Надо смотреть, как дальше себя будет вести. Дальше ширина и высота иконки задается здесь. И отступ. Дальше подложка. Вот то, что я хотел сказать. То, что это может быть. Вот синим затемняется экран. Давайте посмотрим на реальном сайте, как это выглядит. Обновлю сайт. Вот так вот, видите? Синим. Все синим у нас затемняется. Причем сверху у нас залетело новое окно и затемнилось своим темным цветом. То есть просто какие-то волшебства происходят. Кнопка закрытия. То есть крестик закрыть. Вот он здесь. Вот то, что здесь хорошо сделали. Во-первых, ее можно вообще убрать, чтобы крестика не было. Дальше можно сделать, чтобы он появлялся там через сколько-то секунд. Не сразу, чтобы человек мог его закрыть. Это тоже я проверял. У себя использую. Нормально работает. Дальше выбирайте дизайн крестика. Дальше расположение. Вот то, что мне нравится. То, что можно сделать внутри окна. Вот оно сейчас внутри окна. Потому что то, что снаружи, у меня, например, на мобилке этот крестик не видно. Дальше. Расположение. Так, это мы с вами посмотрели. Отступ. Размер. Размер крестика. И цвет крестика здесь тоже можете выбрать. Давайте посмотрим. Красный цвет. И прозрачность можно задать. Вот крестик красный стал. Давайте попробуем сделать прозрачность. То есть прозрачность крестику. Вот он стал, да, такой блеклый. Прозрачность ему тоже можно задать. Дальше. Контент. Вот в этой части как раз таки вы и размещаете текст, во-первых. И дальше будет несколько посложнее. Сейчас мы с вами некоторые моменты с вами разберем. Во-первых, здесь сразу отсылка, если что, на документацию. Здесь есть вот такие блоки. Такие некие шорт-коды. Вы можете сразу их посмотреть. Во-первых, вот видите, выводятся здесь социальные кнопки. Это выводится вот таким шорт-кодом. Мы сейчас до этого дойдем, где его получить. Если я его убираю, мы из всплывающего окна вообще убираем социальные кнопки и вставляем, например, то, что там нам нужно. И ниже есть пример. И это мы можем редактировать. Вот даже мы все примеры возьмем. То есть тут на самом деле 4 примера. И помещаем просто в контентную часть. Видите, что происходит? Это просто кнопки, ссылки и так далее. Где вы можете все менять практически, да? То есть, например, удалив решетку, вставить ссылку, чтобы первая кнопка ввела там на какую-то кнопку. Дальше текст на кнопке поменять, просто реально прописав свой вместо ссылка. Для других элементов то же самое, только здесь есть еще атрибут target blank, то есть открыть ссылку в новой вкладке браузера. Также название кнопки меняете здесь вместо слова вкладка. Ну и другие аналогично. Фоны, кстати, для других они немножко отличаются, потому что есть background, заливка кнопки и код цвета. Можно свой поставить для вот зеленой кнопки фон. Причем их можно выстраивать, например, если вам надо... Вот просто подряд я вставляю, чтобы кнопки рядышком вот так были, например, да? Вот это можно сделать. Но самое здесь интересное, что здесь вы можете вставить разный таймер. Реальный таймер тикает, таймер работает прямо в всплывающее окно. Он тоже не тормозит сайт, я прямо с ним проверял. И они разные есть. Есть сразу таймер там на 10 минут. Давайте посмотрим. Ставим сюда. Вот этот текст надо удалить, чтобы его здесь не было. И здесь есть, где вы можете задавать дату. То есть вы берете шорткод, вставляете в область контента, ставите год, там месяц, число, время, сколько будет тик и таймер. Например, вы хотите о какой-то акции рассказать и прямо в всплывающее окно это сделать. Это очень крутая штука. Дальше. Вот эти вот областя у нас вообще они пустые, если мы делаем окно с нуля. Но если мы загружаем пресет, например, вот этот, вот к анимированной иконке, видите, колокольчик у нас болтается. У нас как раз таки здесь и есть запись. Вот анимация, он написан. My pop-up, тут секунды этой анимации. Внизу тоже показана трансформация, но rotate это поворот. То есть как раз я думаю, что этот как раз код относится к иконке, которая у нас анимирована. Потому что здесь есть просто, можно выбрать статичную иконку, но если мы берем вот этот пресет, и мы хотим использовать этот колокольчик, чтобы он вот так же анимировался. Вот у нас тут ничего делать не нужно уже, как бы у нас он тут есть. Но я просто вам говорю, что если с нуля будете pop-up собирать, и код сами вы написать не можете, тогда у вас анимации здесь, естественно, не будет. То есть, чтобы вот этот момент понимать, это уже более для продвинутых, но я думаю, в документации у них расписано это более подробно, как это можно использовать. Также HTML-код. Это может быть так. Смотрите. Вы берете кусок кода, который предоставляет сервис рассылки, к примеру. Ну вот у вас есть сервис рассылки, где вы хотите собирать и собираете подписчиков. И вы хотите вставить в формочку подписную всплывающее окно для вашего сайта. Вы берете код, вы вставляете просто его здесь. Потом вы берете шорт-код и размещаете вот здесь вот его. И тогда формочка здесь будет располагаться. Причем вы можете нажать на кнопку добавить еще и еще и еще для, например, других кодов вот в это всплывающее окно, если это нужно. То есть, есть вот ограничений, я думаю, наверное, нет. Но я не думаю, что вы будете много здесь размещать. Я думаю, одного поля для одного окна здесь хватит. Дальше. Социальные кнопки. Как раз таки вот как они здесь вставляются. Вы ниже их указываете. Чтобы социальные кнопки выводились в окне, вы берете вот этот вот код. Шорт-код. То, что у нас с вами было. Вот я поторопился. Видите, у меня неправильно вставился. И здесь не видно. Давайте я скопирую полностью код. Вот видите, у нас социальные кнопки. Откуда они берутся? Если вы хотите их выводить. То есть, вы это выводите вот так, как я сейчас это вывел. А ниже вы смотрите. Во-первых, тип кнопок. Есть там круглые. Но чтобы они были круглые, реально круглые, то здесь ширина кнопки должна быть такая же, как и высота кнопки, например, 50 по 50 пикселей. Но все равно они такие не совсем ровные. Возможно, здесь надо поиграться. Размер между кнопками можете задать. Давайте я верну квадратные. Выравнивание также по центру. Скрыть ссылки с помощью JS – полезная штука. Давайте скрываем. Для SEO-оптимизации сайта. А ниже огромный список разных иконок, разных социальных сетей. Здесь все подписано. Чтобы кнопка появилась у вас в всплывающем окне, решетка стоит. Это просто для теста. Чтобы кнопка появилась. Вы просто удаляете решетку, вставите ссылку на группу ВКонтакте или просто на страницу ВКонтакте. И смотрите, тут все есть. Практически все. Яндекс.Дзен. Понятно, WhatsApp, Viber, Instagram, YouTube, Telegram, Rutube. Некоторые даже, я не знаю, вот Пикабу. Просто Яндекс, Япи, Дискорд. То есть вот все можно вывести в ваше всплывающее окно. Дальше. Даже есть социальные виджеты. То есть вы получаете, например, ВКонтакте ID группы ВКонтакте, чтобы прям выводился виджет. Вы знаете, если вы хоть раз это настраивали, значит, такой виджет из социальных сетей. То есть это готовый такой прямоугольный блок, где сразу отображаются подписчики, название группы и так далее. И чтобы это прям на сайте выводилось, а в данном случае в всплывающем окне. Тогда вы получаете, идете ВКонтакте, на страницу ВКонтакте получаете ID группы, прописываете здесь. Потом берете шорткод, вот этот копируете, проставляете вот здесь. И у вас во всплывающем окне будет появляться вот этот виджет социальных сетей. Дальше. Выводить похожие статьи. Статьи блога WordPress. Вот я вывел три. Ниже. Это настраивается. Заголовок можете задать. Количество, сколько выводить. Сортировку выбрать. И я больше ничего не делал. Просто вот вывел, взял вот этот шорткод, скопировал, вставил. Вот они выводятся. Если хотите указать конкретные по ID записи, можете через запятую перечислить. ID записи, ID записи для исключения, ID категория для вывода, ID категория для исключения. Это если вручную хотите конкретные записи отображать. Добавить записи. Если записи не хватает, добавьте согласно сортировке. То есть, скажем, выводится 5 и в какой-то категории там не хватает. Чтобы заполнено было, автоматически будут подтягиваться еще записи. Открывать ссылки в новой вкладке. Решаете для себя показать миниатюру. Но вы видите, она у нас показывается вот с заголовком вместе. Давайте попробуем сначала стиль. Вот есть горизонтальный, есть вертикальный. Ну, здесь на самом деле я не вижу разницы. Давайте попробуем сделать без миниатюры. Как это будет смотреться. Вот просто заголовки статей. Я это выводить не буду. Просто вам здесь я это демонстрирую. Уберу шорткод. Следующая вкладка «Правила вывода». Наверное, самое интересное. И включить поп-ап. Если выключим, он не будет, скорее всего, работать. А по умолчанию включено. События, при которых показываются поп-апы. Вот смотрите, показать через. Вот как раз сейчас идет информация о том, чтобы не навязывать людям это окно. И если это окно просто всплывает само по себе, то лучше задать здесь 15-20 секунд, чтобы человек сначала зашел на сайт, немножко как-то познакомился с сайтом, а не сразу в лоб ему выкидывать это окно. Это отталкивает людей. И это окно может работать против вас. Вот поэтому здесь тонкая грань. Нужно понимать этот момент. Дальше. Вы можете дополнительно включить следующее событие. Показать после прокрутки и процентов. Например, 50% прокрутили страницу. Включаем. И окно будет показываться. Но тогда показать через. Я отключаю. Давайте проверим. Обновить. Итак, сайт обновил. Вот я прокручиваю сайт. И вот окно всплыло при прокрутке. Здесь все нормально. Дальше. Немножко посложнее. Показывать по скроллу до элемента. Вы также можете посмотреть документацию разработчиков, как это сделать. Но я вам в этом видео тоже покажу. Посложнее, потому что здесь нужно понимать некоторые моменты. Скажем, вот, к примеру, возьмем. Вот у меня есть подвал сайта. Правой кнопкой мыши я по нему кликаю. Посмотреть код элемента на своем сайте. Вот здесь вот в браузере, в элементы, да. Я могу вот еще вот на эту стрелочку нажать. Так, сейчас давайте. Сплывающее окно мешает. Закроем. Вот, подсвечиваю, видите, подвал. Нажимаю еще раз. То есть мы можем либо по идентификатору подвала, либо по классу указать, чтобы отображалось. Ну, по классу именно вот здесь в подвале у меня почему-то не сработало. А вот по ID, вот это название, смотрите. Вот. Я его прямо отсюда из кода копирую. И окно будет понимать, что оно будет всплывать, как только подвал будет видим в поле зрения человека. Тогда будет окно всплывать. Все, я скопировал этот ID подвала. У вас, естественно, он будет свой уникальный. Проставляем здесь. Но обязательно к ID нужно проставить решетку в начале. Вот как у меня. Давайте проверим, как это работает. Дальше. Диспетчер я скрою. Давайте обновим сайт. Окна не видим. Прокручиваю сайт. Как только сейчас подвал будет в поле зрения, вот, у нас сразу всплывает окно. И вы, получается, можете привязать окно к любой части вашего сайта. Через идентификатор или класс. Далее. Я скрываю этот момент. Следующее показать, если пользователь не активен, можете включить как дополнительный. То есть, допустим, у вас другие параметры тоже включены. И вы можете включить еще этот параметр. Например, поставите 3000 секунд. Никаких активностей нет. И ему окно покажется на ваше усмотрение. Показывать, если пользователь уходит со страницы. Вот это как раз то самое, то, что вы сейчас постоянно видите. Мышка уходит за экран, и окно всплывает. У меня как раз таки это вот это окно. Вот оно всплывает. Не подписан. А вы знали, что у меня есть еще уроки по созданию сайта? Потому что те, кто заходит на этот сайт с интернета, они видят другие мои уроки. Но они не знают, что у меня есть другие уроки по созданию сайта, которые у меня находятся на другом сайте. Вот это переливание трафика, это тоже полезно для вас. Но это если у вас несколько сайтов. Но вы можете это окно использовать как-то по-другому. Дальше, тоже немножко посложнее, это показать по клику на элемент. Вы можете вот так вот просто написать здесь. JS My Popup Open. Обязательно с точкой в начале. Обратите вы на это внимание. Обязательно точка должна быть в начале. На самом деле это может быть произвольное название, а обязательно английскими буквами. Прописали, ползунок вот здесь включили. То есть это по нажатию на кнопку. Я покажу на двух кнопках. На Gutenberg кнопки, например, в статье. И на кнопке в меню, чтобы вызывалось окно по нажатию. Вот у меня есть некая статья. Вот создана кнопка на чистом Gutenberg. Ну, то есть Gutenberg, встроенный редактор, который в самом WordPress. То есть кликаю по кнопке прямо мышкой. Потом блок. Внизу дополнительно. И тут есть, видите, дополнительный класс CSS. Я выставляю тот же самый, по сути, шорткод, который у меня вот здесь. Только здесь есть разница. Очень важный момент. Здесь мы его пишем с точкой в начале. Здесь мы точку не ставим. Обязательно вот так. Обновить. Идем в статью. Вот эта кнопка. Нажимаю. И по клику окно срабатывает. Теперь, как это сделать, если надо вывести пункт меню в шапке или в подвале. И там этот пункт, чтобы тоже вызывал окно. Переходим. Внешний вид. Меню. Добавляем. Во-первых, у нас появляется MyPopUp прямо в меню. Это те окна, которые у меня созданы. Окно 2, окно 1 и тест. Я так понимаю, мы можем как пункты меню их вывести прямо в меню. Я еще, правда, ни разу не смотрел. Только сейчас это увидел. Что здесь вообще есть у нас от MyPopUp еще и в меню моменты. Смотрите, как здесь делается. Произвольная ссылка. Название, например. Вот здесь вот. Тест. Здесь вместо URL я ставлю решетку. Добавить. Но у вас может быть не включено. Здесь поле класс. Смотрите, переходим в настройки вот сюда. Включаем галочку. Вот здесь вот классы CSS. Закрываем окно. И теперь у вас появляется к каждому пункту меню вы можете добавить свой класс. Вот здесь появляется, видите? И мы проставляем то же самое. Вот сюда. Обратите внимание. Без точки в начале. Просто проставляем. Здесь у нас точка в начале есть. Идем на сайт. Смотрим. Вот пункт меню тест. Вот я нажимаю всплывает окно. И также то же самое окно у меня всплывает и по этой кнопке. Обратите внимание, если вы хотите разные всплывающие окна вызывать. Здесь, например, одно окно у вас всплывает. Дальше по пункту меню другое окно. Тогда просто делайте разные. Ну, то есть, соответственно, делайте еще одно всплывающее окно новое. Или дублируйте это. Тут есть импорт и экспорт настроек. Кстати, со всеми настройками экспортировать. Например, на другой сайт можно. Чтобы сразу окно применилось, чтобы заново не настраивать. Очень удобно. Соответственно, здесь просто можете поставить, например, двойку. Вот так вот. И использовать для другого окна, для другой кнопки. Чтобы разные окна всплывали у вас для разных кнопок. Далее уже несколько для продвитанных пользователей код. Ниже есть пример. Но я думаю, можно разобраться, если почитать документацию разработчиков. Дальше. На каких страницах вводить? Тоже полезная штука. Здесь прям очень круто показывать. То есть, прямо на конкретную страницу можно. Только на главной. В записях там указать, кстати, записи можно. Вот здесь, да. В тегах на странице ошибки 404. В рубриках. Где хотите, это можно сделать. И также есть еще и скрывать. На каких страницах скрывать. И добавить правила там сколько нужно. Но у меня, я даже это не использую. У меня отображаются просто по условиям. На всех страницах. Но если нужно, можно правила настроить. Здесь мы с вами рассмотрели. Это самое, наверное, было сложное здесь. Здесь дальше пресеты мы с вами уже смотрели. Вы выбираете любой пресет. Он сразу здесь заменяется. Настраиваете его под себя. Вот, например, видите, у нас есть формочка для ввода email и имени. Если перейдем на контент, на вкладку. Вот здесь html-код. Вот так же вы получаете с вашего сервиса. Проставляете здесь. И можно использовать. И, соответственно, вы берете вот этот промо-код, который здесь. Его здесь видно. Вот он, видите. My Popup HTML. Как раз его взяли вот отсюда. В принципе, на этом настройке мы здесь заканчиваем. Я вроде как все рассказал. Практически все. Импорт и экспорт понятно, да? Что можно экспортировать данные все. Экспортировать с правилами. И импортировать на этот сайт с другого сайта, если на другом сайте уже настроили. Надеюсь, вам все было понятно. Пользуйтесь. Нашли с вами супер, крутое, всплывающее окно. Спасибо разработчикам за то, что сделали окно без нагрузки. То есть сайт не тормозит. Можно прям разные окна использовать. И PageSpeed Insight будет показывать абсолютно тех же попугаев.